с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 23 мая всемирный день черепахи инициатором учреждения стало американское общество спасение черепах она создана в малибу в 1990 году возможно особое внимание уделено черепахам потому что они издавна у самых разных народов служили символом мудрости а в мире их становится с каждым годом все меньше например в нашей стране осталось всего пять видов из которых один живет по воде остальные на суше у родившихся 23 мая 1707 год карлиной шведский естество испытатель приходит в этот мир создатель системы классификации растительного и животного мира первый президент шведской академии наук в 1790 году родился французский исследователей который явил миру легендарную венеру милосскую дюмон дюрвиль он обнаружил ее на острове милос где до него каменную диву нашел греческий крестьянин тут очень загадочная история этот самый крестьянин запросил огромные деньги за свою находку и пока дюрвиль их искал загнал шедевр турецкому чиновнику за огромную взятку француз вновь перекупил венеру турки естественно хватились пропажи в завязавшиеся потасовки венера несколько раз переходила от французов к туркам и обратно во время той схватки пострадали мраморные руки богини корабль со статуи вынужден был срочно отплыть а руки венеры были оставлены в порту они не найдены до сих пор но даже лишенный рук античная богиня появившийся на свет во втором веке до нашей эры продолжает сводить с ума ценителей женской красоты в 1908 году родился джон бардин он вместе с коллегами уильямом брэдфордом шокли и олтером братей нам придумал полупроводниковый транзистор который впоследствии был назван одним из главных изобретений 20 века а еще транзистор стал флагманом нового научного направления микроэлектроники и самое главное удалось в десятки раз уменьшить размеры электронных приборов и сотни раз увеличить их быстродействия 23 мая 1921 года в один день появились на свет сразу два известных режиссера георгий натансон и григорий чухрай валентина валентина посол советского союза взбесившийся автобус это работа натансона в свою очередь лауреат ленинской премии григорий чухрай выступил в роли автора фильма в 41 баллада о солдате 41 кстати получил специальный приз каннского фестиваля за оригинальный сценарий гуманизм и высокую поэтичность а баллада о солдате главный приз фестиваля в венеции 1930 год день рождения виталия вульфа критик и театроведа а в 1951 появился на свет анатолий карпов чемпион мира по шахматам как теперь говорят по версии фиде он научился играть шахматы четырех лет от роду 15 стал мастером в 19 гроссмейстером победив в 1974 полугаевского спасского и кочного карпов должен был сразиться в матче за первенство мира с американцем робертом фишером но тот не согласился с условиями фиде и 3 апреля 75 года прошлого века советский гроссмейстер был объявлен чемпионом мира которым карпов оставался 10 лет пока его все-таки не победил гарри каспаров в одном из самых сложных и таинственных противоборств в истории шахмат 1959 год день рождения ларисы гузеевой советской российской актрисы телеведущей заслуженной артистки о событиях этого дня 1430 год битва при компеньене жанна дарк попадает в плен к бургундцам они продадут ее англичанам через год жанну сожгут имя жанны дарк становится не только символом франции но и символом святости для всей католической церкви жанне было всего 12 лет когда она впервые услышала голос свыше который сказал ей что она послана в этот мир для победы над англичанами 1949 год начинает свою работу принятая 8 мая конституция фрг и на карте мира появляется новое государство расшифровывается как федеративная республика германия со столицы в боне западный берлин исключены состава нового государства но до самого объединения считался ассоциированным с ним любопытно что в советском союзе неправильно называли страну писали федеративная республика германии вместо федеративная республика германия это точный перевод с немецкого некоторые историки утверждают что советские диалоги таким образом давали понять западная германия это еще не вся германия 1987 год в ссср прекращают глушить американскую радиостанцию голос америки а в 2002 году политической сенсации стали результаты каннского кинофестиваля золотую пальмовую вет накануне вечером завоевал документальный фильм американского режиссера майкла мура фаренгейт 911 картина содержала исключительно резкую критику тогдашней администрации сша а именно ее действий в ираке а сам президент джордж буш представлен в крайне сатирическом образе с 1956 года это первый неигровой фильм который получает пальмовую ветвь но и последнее в 1622 году в лондоне выходит в свет одна из первых регулярных газет в европе с довольно объемным и непривычным для нас названием сегодня еженедельные известия из италии германии и прочее газету издавали натаниэль бутер и томас арчер вспомним этих первооткрывателей периодических сми само же словцо газета ведет свое название от мелкой монеты которые в венеции платили за рукописный листок новостей еще в 16 веке и еще сто лет газеты выходили в форме листов по поводу войн смены королей и общественных бедствий например в 1493 году вышел лист об открытии христофором колумбом морского пути вест-индию первое коммерческое объявление в англии тоже четко зафиксировано это сообщение о продаже шоколада она появилась в газете в 1657 году а чуть позже в рекламирование нового сми включился и сам король карл второй который объявил в газете о пропаже любимой собаки а вот политическую ниву газетного бизнеса начал обрабатывать никто иной как знаменитый писатель даниэль дефо автора бензона но тогда в 1704 году он начал издавать обозрение государственных дел как-то вдруг вспоминается фраза из любимого нами фильма по поводу утренних газет особенно советских с вами был николай пивненко в проекте дата